Без диалектики, как подчеркивал Ленин, невозможно устоять под натиском реакции и лжи. Поэтому мы все должны стать кружком любителей гегелевской диалектики. И опираясь на изучение истории, включая историю естествознания и техники, и историю общественного развития, материалистически истолковывать диалектику Гегеля и использовать ее как могучий метод в борьбе за общественный прогресс. Михаил Васильевич Попов Здравствуйте, товарищи! У нас сегодня знаменательный день. В знаменательном году, поскольку у нас кружок любителей гегелевской диалектики более чем 10 лет существует. Прошел большой путь. Я думаю, что вполне работа кружка отвечает требованию, которые выдвигал Ленин, что надо не просто читать науку логики гегелев, надо ее штудировать. А что значит штудировать? Это значит перечитывать, изучать, еще раз возвращаться. А если надо, еще раз возвращаться и понимать, что многие такие серьезные разработки, серьезные идеи, они с первого раза не берутся. Точно так же, как превосхождение на высокую гору. Я раньше цитировал и опять процитирую то, что говорил Маркс, что в науку нет широкой столбовой дороги, и только тот сумеет достичь ее сияющих вершин, кто, не страшась усталости, крапкается по ее каменистым кручим. Но в отличие от действительного движения по каменистым кручим, еще никто не упал от того, что он читает науку логики. И в этом смысле не будем себя уподоблять тем людям, которые действительно тут в опасности большой находятся. В опасности находятся все остальные люди, которые вот это богатство, с помощью которого можно понять существующий мир и свое место, и роль в нем, и понять главное, где прогресс, где регресс, где вперед, где назад, где форма, где содержание, где сущность, где явление, где действительное, а где недействительное и так далее. То есть можно сказать, что люди, которые, несмотря на то, что есть это произведение, которое является результатом предшествующего развития человечества. И несмотря на то, что оно опубликовано, и несмотря на то, что на его основе появились новые великие люди, себя воспитали и стали таковыми, Маркс, Энгельс, Ленин, некоторые думают, что, так сказать, можно без этого обойтись. И мы видим, что жалкий лепет, когда это касается каких-нибудь проблем научных, политических, идеологических. И те люди, которые, как говорится, занимают позицию, ну позицию каждый может понять. Один может повернуться к солнцу спиной, другой может выходить, посмотреть ночью, как все выглядит в ночном свете и так далее. То есть тут это вот таков... Это то, что Гегель называл не свободой, а произволом. Просто делать то, что на ум взбредет. Но в отличие от вот такого подхода изучения диалектики, это изучение по существу предшествующего развития человечества. И вот тут в этом разделе, который мы изучали, как раз сегодня, абсолютная идея, которые готовили, и говорится о том, что осталось от философии логика. Поэтому если раньше надо было таких философов изучать, этих философов изучать и прочих, ну вот мы теперь знаем, что достаточно изучить науку логики, чтобы приобщиться ко всей философской культуре. Потому что здесь разные категории, за ними стоят соответствующие философские системы. Но они стоят не сами по себе, как просто, так сказать, набор разных теорий, от которых, так сказать, голова кругом идет. А они какое-то место занимают в общем развитии. Ну а те, кто воспользовались этой наукой логики Маркса, Энгер Селенина, они никогда не говорили, что мы это отбрасываем, а мы терем и истолковываем материалистически, и на этой основе развиваем. То есть Маркс применил тот же метод восхождения от простого к сложному, к всему, к исследованию, в другой области, в экономической, и никакой другой науки экономической, в этом смысле, кроме того, что есть в капитале. А Ленин, поскольку он доделывал то, что не удалось, еще не увидел Маркса, поскольку еще не было разве этот капитализм, нам не случайно написал популярный очерк, хотя книжка у него «Империализм как высшая стадия» представляет собой результат гигантской работы, обобщения очень богатого материала, но она, тем не менее, представлена как очерк. Почему? А потому что она не составляет какого-то отдельного произведения, которое не посвящено было бы политэкономии капитализма, а представляет собой некое дополнение капиталу Маркса с учетом тех исторических моментов и с учетом его развития, в связи с тем, что образовались крупные монополии, хотя тенденции к образованию крупных монополий, вот почитайте антидюринга Энгельса, там уже об этом говорится. – Начинает появляться, да? – Да, это все написано уже у Энгельса, но у Энгельса написано, так сказать, показано, что вот начинается, а надо было рассмотреть этот этап, и Ленин его рассмотрел. Ну, а некоторых удивляет, и некоторые, так сказать, смотрят на Ленина как на Бога. Вот он приехал из-за границы, сказал, что да здравствует социалистическая революция, и победила социалистическая революция. Вот такие вот повороты крутые идут не от того, что он человек крутой, как говорят, взял и придумал сегодня. Мы шли направо, теперь раз, повернули, пошли налево. А это связано с тем, что сама вот диалектика, она так построена. Скачки, переходы такие, превращение в противоположность свою и так далее. Вроде бы такую силу больше набирает капитализм, он набрал такую силу, что стал себя подрывать. И как он себя стал подрывать? Вот это, прежде чем Ленин писал о политических вопросах, он говорит, рассматривая экономические вопросы, что вот единая капиталистическая монополия, а к ней идет тенденция. Хотя тут же он критикует Каутского там за то, что, вот, дескать, будет вот такой строй. Не будет такой капитализм. Но тенденция идет к превращению, тенденция есть к превращению в единую капиталистическую монополию. И вот единая капиталистическая монополия, обращенная на пользу всего народа, означало бы социализм. И тогда социализм не то, что кто-то придумал, или предложил, или революция, она выросла из всей-то головы. Она выросла не из головы, а при помощи головы из действительной жизни, и прежде всего экономической жизни. И если мы понимаем, что материя вообще первична, то в истории первично материальное производство. И поэтому изучение материального производства является средством того, чтобы вы увидели, куда двигается вообще общественное развитие, куда идет история. У нас задача сегодня очень простая. Мы рассмотрели отдельно идею познания, познания состоит в том, чтобы отразить мир правильно. Ну, а как надо его отразить? Вот, можно сказать, со всеми его противоречиями. Вот все эти категории, которые разобраны в трех книгах науки логики, или в двух томах, объективная логика и субъективная логика, все это, так сказать, можно сказать, относится к познанию мира. Правильно? В то же время, в разделах, где есть жизнь, человек, там, где речь идет о телеологии, а что такое телеология? Теле, теле, это, так сказать, цель. А логос, значит, учение о цели, и цели полаганий. Если уже ставятся цели, то ставятся цели преобразования того, что есть. А преобразование того, что есть, это отдельно было выделено Гегелем, и это последнее, что мы изучали, идея добра. То есть, что такое добро? Добро, это, если я что-то такое нарассказывал, интересное, то, как вроде бы и не зло. Но ничего еще от этого не изменилось. Вот если речь идет о том, что нужно сделать для того, чтобы преобразовать мир, и, собственно, о преобразовании мира, вот тогда мы говорим о добре, а не просто об идее познания. Можно все время познавать, 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 и ничего не сделать. Поэтому вот очень много у нас ученых, в том числе ученых в России, и много профессоров, и много докторов, но они этой задачей преобразования мира, они не занимаются, они, так сказать, задачу выполнили, забраться на такую позицию, где можно заниматься интересным делом, кстати, непыльным, и при этом иметь заработную плату не ниже, а повыше, чем у рабочих. И это очень хорошо устроились, а преобразование мира связано с какими-то дополнительными хлопотами, которые, так сказать, в арсенал буржуазного ученого не входят. Ну, а есть, так сказать, общие установки логические, буржуазные, их повторяют, поэтому скучно изучать буржуазную философию, и сейчас ее, когда преподают, никто нас не перегоняет. Нас не перегоняет, потому что на той дороге, по которой идет толпа философов, сейчас, современных, это на этой дороге, дорога, по которой идет табун, так сказать, это как коровы идут на водопой, там все изрыто этими самыми копытами. Так они в противоположную сторону вообще движутся? Ну, может, для некоторых в противоположную, а некоторые просто в сторону. Если люди в сторону ушли, и, так сказать, они при этом, так сказать, и застряли, и завяли, и так далее. Причем они смотрят, вот вы же знаете, что мы об этом говорили, у нас каких-то препятствий для изучения марксизма нет, вот так объективных, больших. Пожалуйста, изучайте. Ну, только это вы не попадаете в русло, господствующей идеологии. И поэтому, так сказать, с одной стороны, вам никто не запрещает, но если хотите, изучайте, никто вам особенно помогать не будет. Мешать? Мешать тоже особенно не будут, как показывает опыт. У нас ведь, скажем, в наших рядах, в рядах рабочей партии России, есть доктора наук, достаточно высокопоставленные. У нас есть товарищ Золотов, который заведует кафедрой, доктор экономических наук, действительно член Петровской Академии наук и искусств, товарищ Казенов. Он заведовал кафедрой философии и социальных коммуникаций в Институте Советской торговли имени Энгельса, пока не съели этот самый институт и не присоединили его к Политехническому университету. Цель за сокращение количества вузов и сокращение числа лет учиться в вузе. Сейчас сколько учат? Четыре года. А если четыре года учить, то что теряем? А теряем как раз вот четыре года, как говорится, в больших коллективах учат, в группах. А последний год было, вот вы с каким-то профессором, с доктором наук, четыре-пять человек разбираете и готовите свою дипломную работу. А четыре-пять человек, это на профессор. А каждый человек сам готовит дипломную работу, так сказать, вдвоем, со своим научным руководителем. Это, так сказать, отрезано просто. Отрезано, четырехлетнее обучение. Ну, это все равно, что вот вы взяли какую-нибудь, ели, и отрезали верхушки. Как вам? Красиво едет, видите, лес? Главное, что ровно. А? Главное, ровно, что такое ровно. Главное, ровно. И эти можно продать, вот эти верхушечки. И в Новый год так-то их не продашь, а в Новый год можно и как-нибудь продать. То есть, надо сказать, что у нас не такое положение, что мы в каком-то, так сказать, тупике. Тот, кто хочет заниматься, занимается. И я уже называл цифры, если сколько людей сейчас, вот мы 10 лет назад начали такое, публичное изучение, публичное изучение, демонстративное, можно сказать. То есть, ничего мы не скрывали. Как у нас не получается, как это трудно, как долго мы двигаемся. Некоторые сказали бы, ну, вы даете, вы так медленно двигаетесь. Да я это сто раз могу прочитать. Прочитать можешь, я вслух можно прочитать, даже записать можно, прочитанные вслух. Этим занимаются люди, которые, ну, вот, могут просто начитывать для того, чтобы где-то это было потом вывешено. Но они при этом в этом вообще не разбираются. Это совсем другой вопрос. И вот, двигаясь таким образом, мы дошли до, вот, третьей главы, третьей книги, в которой написано, что абсолютная идея, какой она получилась здесь, есть тождество теоретической и практической идеи. Вот по существу это вот содержание того занятия последнего, которое мы проводим. Правильно? То есть, надо это усвоить. Почему? Это тождество теоретической и практической идеи. Ну, потому что, если у вас идея теоретическая, она сводится к изучению мира. Как бы изучение мира, все скажут, что это очень полезно, нужно, важно для его преобразования. Что не будет преобразования, то это останется мёртвым знанием. Мёртвым даже в том смысле, что когда-то придут люди, которые возьмут это знание и пустят его в дело. Но для этого они должны перейти от идеи теоретической к идее добра. Одно дело Циолковский, который говорил о том, что о полётах к звёздам, как будет здорово и хорошо. А другое дело наши товарищи, которые в Советском Союзе впервые в мире создали соответствующие ракеты и отправили сначала спутник в космос, а потом и человека. Сергей Павлович Королёв. Вот какая у него идея? Теоретическая или практическая? Практическая. И эта практическая идея и человека отправила в космос, и мир сохраняет. Почему не нападают на... Сначала на Советский Союз не нападали, а теперь на Советский Союз на Россию не нападают. Ну как ты на неё будешь нападать? Опасное дело, чревато. Опасно для тех, кто нападёт. Вот, так что мы вроде пришли к вполне понятному результату, что как всё это делается, вся эта теория, чтобы пустить её в дело, чтобы это было допущено. И за это время мы увидели, что влияние, интерес вообще к диалексике, я думаю, в том числе, и благодаря тому, что мы каждые две недели вывешиваем очередное занятие, все желающие этим приобщаются. Вот, что мы имеем? Мы имеем, что, если взять введение в науку лойки, которую я с Пучковым, так сказать, проводил на канале опер.ру, там более 950 тысяч. 950 тысяч – это на 50 тысяч меньше, чем миллион. Поэтому надо понимать, что каким-то вроде странным образом вдруг то, что таким является суперсложным, суперсложным, уже в общественном мнении, в общественном мнении культурных, грамотных людей, которые смотрят, ну, кто будет, не каждый. Это же не просто, сколько можно пирожков напечь, или сколько можно там прутиков сложить. Значит, люди-то серьёзно этим занимаются. Значит, это 950 тысяч человек. Краткое подсобие по изучению науки логики. Там сейчас вот 236 тысяч. Смотришь, вот, всякие другие, интересные очень там темы рассматриваются в Академии Смыслов Лобио. И на первом месте стоит вот этот ролик, который говорит о науке логики. Как её излагают. Поэтому, если раньше мы с вами, когда начинали, были, так сказать, ну, как бы, некие отшельники, которые занимаются тем, чем никто не занимается, а теперь получается, что мы оказались, так сказать, где-то в большой толпе, идущих по этому пути. Мы далеко не знаем тех, кто это изучает, но таких людей очень много, кто этим делом интересуется. И сейчас, ну, получается, либо это какие-то острополитические вещи, или какие-то кричащие вещи, или науку логики. Вот, так сказать, что людей привлекает. Поэтому, когда им начинают какую-то лапшу говорить, люди, они её не слушают. Потому что человек, который вкусил диалектику Гегеля, он его, никакой дурость не заведёшь. Первым делом, я могу не понимать, но понимать, что это глупость, которую нам предлагают, это вот очень быстро начинают люди понимать, что это ни к чему не выводится, ничем не доказывается. Вот почему можно закончить вот этой мыслью, абсолютной идеей, какой она получилась здесь, есть тоже теоретическая, практическая идея. А потому что она неотделима, вот эта мысль, от всех предыдущих мыслей в науке логики, правильно? Это венец. Вот всё, мы дошли до соединения того и другого. Можно на эту тему порассуждать? Можно. И тут вот найдём всякие интересные вещи, которые, можно сказать, раскрывают этот вывод, но его уже назад не опускают и никуда в сторону не уводят. Абсолютная идея, как разумное понятие, которое в своей реальности лишь сливается с самим собой, есть в силу этой непосредственности его объективного тождества, с одной стороны, возврат к жизни. А жизнь – это что, материалистическое понятие? Материалистическое. То есть мы уже оторвались, так сказать, в теориях, высоко-высоко. И раз, единство теоретической, практической идеи – возврат к жизни. А мы с вами, обращая ваше внимание, что мы настаивали и настаиваем, что читать-то надо всё подряд, а изучать-то, вот третий том, надо, начиная с раздела объективность. Потому что понятие – это снятая сущность, а сущность – это снятое бытие. Поэтому, если вы снимаете сущность, вы куда приходите? Снова к бытию. И поэтому, вот что Гегелю помешало? Думаете, он это не понимает? Но он не может же отбросить свой идеализм. Он, так сказать, с ним шёл и отбросить его не может. Поэтому, как говорится, он нам не мешает понимать. Но он нам тут пишет, пожалуйста, возврат к жизни. Хотите – возвращайтесь, хотите – не возвращайтесь. Это ваше дело, в конце концов. То есть, одно дело он написал, он произведение, он не может уже сойти с позиции, он написал с позиции идеализма. Ну, можно его за это критиковать, но он не кашеобразно написал, что тут с позиции идеализма, тут с позиции материализма. Он много чего материалистического наговорил, но в целом-то это идеалистическое произведения. А если оно цельное, то его целиком можно понимать как, как говорил Ленин, материалистический. Вам не надо ничего там переставлять особенно. Вот мы, так сказать, можем переставить всего два раздела в третьем томе. Объективность и субъективность. Объективность, там, получается, механизм, химизм, организм, жизнь, человек. А человек уже там дальше пошла телеология и субъективность. Все, пожалуйста. Никаких там других перестановок делать не надо. И все. То есть тут не только истолкование материалистическое, но и некоторое преобразование. Преобразование. Преобразование при изучении, а не преобразование книги. Мы книгу не можем эту переделать. Книгу автор написал, какой он написал, такая и есть. Понятие есть не только душа, но и свободное, субъективное понятие, которое есть для себя, и поэтому обладает личностью. Есть практическое в себе и для себя определенное объективное понятие. практическое, практическое понятие. А что значит практическое понятие? Это понятие о том, что нужно сделать, как преобразовать мир, материю. И это что, понятие есть? Это же вот еще в начале, я еще первый абзац только взял под названием «Абсолютная идея». Есть для себя понятие. Есть для себя всеобщность и познание. И имеет в своем другом, своим предметом, свою собственную объективность. То есть мы понятие потом, после того, как мы прошли через человека, должны понимать и понятие, и в смысле субъективном, то, что это у нас в голове, и в смысле что понятие, понятие яблока. Может быть, яблоки какие-то скрюченные бывают, в пятнах и так далее. Но понятие яблока, это же объективное, можно применить к яблоку понятие. То есть понятие, как понятие, как плод нашей головы. Можно сказать, яблоко, как по своему понятию, оно вот такое. Оно вообще, вообще это плод, который очень полезный, очень вкусный, и вот такого-то содержания, такого-то вида, и растет на деревьях, а не трава. Понятно, что это не... То есть по понятию яблоку. А яблоко, которое сейчас лежит в магазинах, которое называется яблоком, оно не соответствует понятию яблока. С одной стороны, оно очень хорошее, оно не портится. Не портится, но вот... Но оно не пластмассовое и не портится. Вот до чего дошли. Как здорово. И запаха нет, и вкуса нет, и его никак не укусить. Но вот поэтому и хорошо, и лежит. А сколько будет лежать? А сколько надо? А? А? А чего кусать? Его надо продавать. Вот, и не надо их выпускать лишнее. А какого сорта яблока? Ну, это для того, что яблоко, которое никто не ест, какая разница, какой сорт. Сезонное. Сезонное. Красное яблоко, желтое яблоко, белое яблоко. Раньше дураки выдумывали, там, какая-нибудь Антоновка или там Анисовка. Или белый налив. Белый налив – это белое яблоко. Чего тут непонятно? Зимний банан – это желтое яблоко. Ну, и так далее. То есть написано, что вот понятие, как практическое в себе, есть для себя всеобщность и познание. И имеет в своем. А всеобщность мы знаем. Всеобщность связана с единичным и с особенным. То есть яблоки могут быть особенные, и могут быть единичные яблоки, у вас одна штука. Но у них есть то, что характерно для яблока вообще. Поэтому, когда мы говорили о единичности, всеобщности, это было не то, что относилось только к сознанию. Это относится к тому… Ко всему. Ко всему. Ко всем предметам. Все остальное есть заблуждение, смутность, мнение, стремление, произвол и приходимость. Вот как стоит в описании. Приходимость – приходящее все. А вы, наверное, подумали, проходимость, что проходимцы. От приходения, да. Приходимость. Ну, что-то это случайное все. Единственная только абсолютная идея есть – бытие. Вот она. Бытие. А что такое бытие? Ну, так если она бытие, а бытие, как вы еще будете? То, что есть. Как вы определяете? Как везде, во всех книгах материалистических, по Марксу, Энгельсу, Денину, говорится, что первичное, что вторичное. Сознание или бытие. Откуда они взяли эту категорию бытия? Бытие – это то же самое, что материя. Бытие, если кто-то сомневается, неприходящая жизнь, запятая. Неприходящая жизнь – это и есть. Это значит, материя вечна и бесконечна. Правильно? Знающая себя истина. То есть, это еще такая знающая себя истина. Это самопознание человека. Вот знающая истина – так можно назвать человека. Правда? Как высшее, разумное, познающийся. Вот. И представляет собой всю истину. Вот всю истину мы… Она есть единственные предметы содержания философии. Абсолютная идея. Говорят, вот, зачем мы будем это изучать, эту диалекцию какую-то… Так это вот и есть единственные предметы содержания философии. Все остальное сюда входит в качестве моментов. То есть, все философские категории, которые были до Гегеля, и, соответственно, системы, представлены здесь в виде отдельных категорий. Чем больше было разработано, тем больше представлено. А что касается… Там Канту много посвящает, например. Гегель. Тут он прав, и тут и прав. В этом не прав, в этом тоже не прав. А вещь в себе – это черти что. Как показывает, что ее нельзя познать. Так, а вещь в себе там, что-то, на середине XX века. Да, да. Природа и дух – суть вообще различные способы изображения и ее существования. Чего ее? Идея. Идея. А идея что? А идея – это движущаяся материя. Как идея уже. То есть, раз она себя познает, раз она познает в виде высшей формы движения материи, значит, она и есть познающая себя материя. Можно так сказать? Вы себя осознаете, как познающую себя материю? Да, я себе. Ответственность. Вас предупредили об ответственности? За чтение гибели. Да, если что, за этим теперь… Так, любой человек ошибается, говорит, я ничего не знаю, не понимаю. Как так? А вы, понимаешь, столько лет изучали, такие великие вещи обсуждали. Какую ответственность уже другая, конечно. Вот, философия имеет одинаковое содержание и одинаковую цель с искусством и религией. То есть, в другом месте, в феноменологии духа, Гейгин пишет, что есть три формы постижения мира. Постижение мира, а религиозная, когда наши вот жизни мы изображаем в виде жизни, так сказать, таких фантастических существ на небесах. И чем хорошо, что на небесах, что никто туда забрал себя, значит, или оттуда не вернётся, или оттуда упал, тогда он обратно всё равно не придёт. Он снова туда поднялся второй раз. Вот, так что, и они удивительным образом похожи. Ну, посмотрите на вот эти картины, которые люди пишут, иконы. Это же, кто там изображён? Люди, как люди, именно. Так, то есть, что такое религия? Это постижение фантастическое. То есть, а когда фантазия у человека, она, эти фантазии возникают, как ту же форму отражения мира. Ну, как ты будешь фантазировать-то? Откуда-то надо мысли брать? Из чего? Из пустоты, если будешь брать пустоту, получишь. Значит, надо брать эти фантазии через отражение мира. Ну, это фантастическое отражение. То есть, нельзя предъявлять к религии, а почему там вот так говорится? Почему вот Адам и Ева так вот говорят, а не говорят, так мы бы им посоветовали? Да, и почему такая политика у Бога, что появляется и дьявол, что он не мог подобрать такого, этого самого служителя, который бы не… Ангела, и ангел превращается в дьявол. Нехорошо. Значит, у него как-то непорядок с этим делом. Но, как мне одна девушка сказала, мы с ней спорили, молодая очень, ехали из Москвы, который куда-то ездил на религиозный конгресс. Я когда ей сказал, что что-то у вас там порядка нету в кадровом отношении, она говорит, это у вас своя логика, а у Бога – боговая логика. И она права. Боговая логика своя, поэтому это своя форма постижения мира. Но согласитесь, что, скажем, чтение Библии позволяет учесть тот исторический опыт, который был хоть в фантастической форме, но представлен в этом произведении. Это ведь сколько людей переписывало, чтобы это, так сказать, другой формы такого ещё не было там, философской формы, чтобы можно было всё так отразить. И всё это дело собирали, собирали, и там эта книга всяких мудрых мыслей. Поэтому не будем же отрицать, что там много правильного. Но это фантастическая форма. А есть искусство, а это постижение в образах. Ну вот, некоторые могут в образах постигать, а некоторые нет. Как вот не старайся, если человек, так сказать, не человек искусства, или не владеет так понятиями музыкальными, художественными. Если он может нарисовать только точка, точка, запятая, минус, рожа, сокривая. Ну как вы хотите, чтобы он отразил мир? Вот у него и мир только из таких человечков и состоит тогда. То есть он не может этим больше. Приходится довольствоваться понятиями. Поэтому давайте отдадим дань уважения тем, кто постигает вот в искусстве, религии. Но вот постижение в понятиях, это на этом Гегель наставит, оно есть наивысший способ постижения абсолютной идеи. А абсолютная идея – это что? Это единство. Идея познания, идея добра. Добра никакого не будет, если вы не познали то, что собираетесь преобразовывать. Это понятно, что если вы говорили, добро уже включает себя, предыдущие. Поэтому на самом деле, когда пришли к добру, это уже единство познающей идеи, идеи призывания мира, идеи добра, как всё-таки добро. Вот в итоге получается. Всё равно не ради только познания, а ради преобразования мира это всё делается. Она поэтому объемлет собой упомянутой выше формацией реальной и идеальной. Идеалин. Вот только здесь обратите внимание. Есть понятие, немецкое понятие, несколько слов. Идеал пишется. Идеал. Это идеал как вот в том смысле, в каком мы говорим об идеализме, от идеи. А здесь идиалин. Это ещё и в первой книге учения обытии там есть такое различие. То есть то, что вот свободно от случайности. И это бесконечное, идиалин. Есть бесконечное и конечное. Когда мы говорим о конечном и бесконечном, вот бесконечное берётся как идиллин, а не как идеальное. Другое. Пишется по-другому. В введении и познании этих особенных способов есть дальнейшее дело особенных философских наук. То есть нам говорят, что дальше вот такая позиция философская, а дальше уже отдельные философские науки этим занимаются. А вот логический аспект абсолютной идеи может тоже быть назван одним из способов её изображения идей. Но если способ обозначает некоторый особенный вид, некоторую определённость формы, то логическое изображение, напротив, весь всеобщий способ раскрытия, в котором все особенные способы сняты и завёрнуты. Вам завернуть? Философию. В науку логики всё можно завернуть. Потому что там это всё представлено, и место этого можно указать. Поэтому получается, что люди, которые изучают науку логики, они как бы перегоняют других, не догоняя. Ну, будете догонять. Он сидел, читал, кропал всякую, считал полуположительные, полуотрицательные, или совсем ублюдочные книги, и большие, и толстые. И уже должен был с ума сойти от этих чтений. А тут вдруг люди, так сказать, это обошли, и, так сказать, вот раз, и поднялись по очень крутому подъёму с помощью науки логики Гегеля. И обогнали их. И это все люди понимают. Если бы все понимали, все бы изучали, но есть же некоторые, которые изучают и читают, непонятно что непонятно, как и где. Нет, но некоторые сюда бегут, потому что я вот сейчас назвал такие цифры, что начинается такой... Это я не думаю, такие уж тут изучатели, но понимаете, что это надо этим заниматься, что тут серьёзное дело. Правильно? 950 тысяч – это на 50 тысяч меньше, чем миллион. То есть мы даже в политических вопросах редко выходим. Хотя, вот начались эти события, которые были, я уже говорил, вот там того же времени ролик о фашизме, который мы записывали с Пучковым, набрал 4 миллиона... 4,6. А? 4,6. 4,6? 5,6. Ну вот, я и не заглядывал. Ну, 4,6. Причём без особенных усилий со стороны авторов в это время. Почему? Потому что повернулось вот так, события повернулись, и оказалось, что в это разобраться можно в этом деле. Вот таким образом. А новый ролик, который был записан с Пучковым, о динансификации, ну, он, так сказать, тоже, и Пучков удивился, говорит, всё это очень сильно набирает. Там миллион 400. У меня до этого таких не было. Заодно, я хочу добавить, если это относить только вот к событиям на Украине, то, например, то, что ролик про снижение цен, ну, который был роликом, который, ну, я нашёл против течения. Ну, как, всё повышается, а тут, конечно, есть снижение цены, объяснение, почему цены должны снижаться. Объяснение такое, достаточно понятное, связанное с ростом производительности труда и так далее. Вот и в это же время, вот сейчас, как вы понимаете, никакого отношения он к событиям спецоперации не имеет отношения к фашизму во внешней политике. Более миллиона. Вот сейчас вдруг так вот стояло, стояло, пошло. Даже мне надо будет посмотреть, что там такое говорят. Что там такое говорится. Хотя, говорится, то, что легко объяснить, объяснить это легко, логически, что цены должны снижаться. В той экономике, которая не является парадетической и загнивающей. Потому что, когда капитализм был молодой и прогрессивный, целые цены снижались. Почему? Потому что мы конкурировали все и выиграли, и тут вы, если дешевле продаете, у кого выше производительность труда, тут и он обыгрывает всех. И никто не будет смотреть, сколько вы там прочитали, какой у вас возраст, какая у вас степень, звание. У вас, если дешевле пирожки, от меня отвернутся и будут у вас покупать. А я буду стоять, как дурак. Это понятно. Логика изображает самодвижение абсолютной идеи. Самодвижение абсолютной идеи. А что такое абсолютная идея? Это абсолютное познание. Самодвижение. Вот самодвижение нам надо. Не такое движение, что а теперь перейдем вот к этому. А теперь вернемся к тому. Есть самодвижение категории. Из одной категории, и мы это проследили с вами, что из одной категории вытекает следующая, и из следующей вытекает еще более богатая категория. И все это включается в более сложную категорию, от чего? От чистого бытия до этого. Если это брать как цепочку категории, то не так надо брать, что вот штучка, вот штучка, нет. Более короткая и более длинная цепочка. И самая длинная цепочка кончается абсолютно идеей. Вот и все. Матрешка, там они вложены. Про Матрешку я другое расскажу. Однажды с Александром Сергеевичем Каденом мы пошли на съезд Петровской академии на луку. И было на Крестовском острове, там в каком-то гостинице. А внизу продавали Матрешки. Ну и Матрешка какая? Матрешку Путин. Открываешь, а там Ельцин. Открываешь, а там Горбачев. Открываешь, а там Хрущев. Открываешь, а там Сталин. А потом открываешь, там маленький-маленький Ленин. А его уже не открываешь. Никуда. Тут, конечно, они разделены, как бы, и крышки есть. Но вот так, вот такое восхождение явное. Хотя это не продукт философии, а так вот сделали Матрешки. Довольно забавно. А тут каждая категория, она именно выводится. Она не рядом стоит и не разделена, она именно прямо переход идет. Вы не можете ее оторвать от всех предыдущих категорий. Ну как вот вас? Можно оторвать от родителей? Ну как вас оторвешь от родителей? Рядом вы с ними сидите. Не рядом. В одном месте они в другом. Живы, не живы. Это, как говорится, мы не властны над этим. И вы не властны. На всякий случай вам отчество дает. Я скажу, известно, кто мама, а вот насчет папы на всякий случай зафиксируют. Но никуда вы от мамы и папы не уйдете в этом смысле. Совершенно. То есть понявшимся человеком. И дальше, если углубляетесь, далеко можно идти. Поэтому здесь, на второй странице, здесь Гегель констатирует, собственно говоря, я уже тут вам все сказал. Логическая идея, стало быть, имеет своим содержанием себя как бесконечную форму. Форму, составляющую противоположность к содержанию, поскольку последнее есть таким образом ушедшее в себя и снятое в тождество определение формы. То есть, с одной стороны, противопоставляет содержание, но именно это содержание форма-то себя и проявляет. Потому что содержание и форма, как мы с вами хорошо знаем, они не отдельно существуют, а форма содержательна. А содержание оформлено. Поэтому, хочешь, форму возьми, значит, взял ты содержание. А если содержание взял, значит, взял с формой. Потому что не бывает бесформенного содержания. Это вообще никакое не содержание. И форма не бывает без содержания. Если, если это только форма, ну нет, дорогой, если это не только форма. А дел гитлеровскую форму, значит, вот такое твое. Или ты разведчик, или ты фашист. Два варианта. Или реконструктор. Реконструктор, да. Который потом взял и порезал свою аспирантку. Из нашего университета. Фамилия его Соколов. Соколов. И вот определенность идеи. И весь ход развертывания этой определенности составил предмет логической науки. То есть он как бы, чем вы занимались, товарищи? Вы занимались логической наукой. Если кто-то думал, что он занимается отдельными категориями, то вы, на самом деле, дорогие товарищи, все, кто нас смотрит, слушает, читает, изучает, вместе с нами работает, изучали логическую науку. А логическая наука – это и есть вся философия. Или квинтэссенция всей философии. То есть она отбрасывается только то из философии, что, так сказать, не развитием ее является, а попыткой сбить ее с пути. Например, как это? Там «Великая заслуга Канта», пишет там в одном месте Гегель. А по поводу того, что нельзя познать эту вещь в себе кантовскую, просто его разносит Гегель. Как это нельзя познать? Что это за вещь в себе, которую нельзя познать? Не может быть такого, что нельзя познать. Мы хорошо знаем, что такое вещь в себе. А что такое вещь в себе? Пустая, неживая абстракция. А Кант этого не знал. А Гегель знал. И он поэтому выше. То есть у Канта есть всякие открытия, правильные идеи, но они не в системе. Не в системе. Поэтому если нельзя познать, так это вообще не материализм. Так это вообще не наука. Почему это не наука? Это самая вершина науки. Ничего нельзя познать, поэтому если я ничего не знаю, я самый большой ученый. Кстати, можно в грант получать. Это хорошо. Вещий грант. Да. На познании вещей в себе. Да. Если у вас не получается вперед пойти, идите назад и говорите, а я иду вперед. Так. Ну и что тогда делать? Поэтому идея, согласно этому, выступает как безоговорочно всеобщая идея. Выступает как форма. Идея, согласно этому, выступает как безоговорочно всеобщая идея. Следовательно, то, что нам предстоит здесь еще раз смотреть, есть не некоторые содержания как таковое, а всеобщая черта его формы, то есть метод. Вот вы тут читали про метод, много чего написано. Мы в свое время, когда изучали, с профессором Смирновым тоже это обсуждали. И резюме того, что такое метод, ну, примерно вот так выглядит, что метод, есть осознание формы внутреннего содержания изучаемого предмета. Почему? Что это осознание? Потому что вы должны не как угодно это все расставить, а если у вас метод, что вас ведет вперед? Ваш ведет вперед, понимание того, что строить нужно, далее более на том же, что вы уже имеете, дальнейшее, то, что вытекает из того, что вы имеете. Правильно? Ведь не бросок, как бы вы ни бросились, будет все равно вот этот путь, который вы в качестве броска сделали, удрали, так сказать, из науки, или кинулись в противоположную, так сказать, степь, то есть какую-то чуждую взяли идею, схватили. Вы не должны никуда выкрыгивать, вы должны развивать, конкретизировать, 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 и выводить из предыдущего. Раз вы вводите все из предыдущего, так надо осознать форму этого движения, потому что что значит метод? Вы что скажете, что это лопата метод? Вот что является методом капитала? Выведение. Из чего? Из простого. А что самое простое? Из чего начинается капитал? С товара. С товара. Вот все. То есть если человек взял товар, он должен никуда не прыгать в сторону. А некоторые говорят, есть товар, а есть деньги. Ну как это есть деньги? А есть товар, который деньги. А нет такого товара, который бы отдельно был бы. И не развивался бы в деньги, а деньги, чтобы они не были бы товаром. Он же еще и товар сформулировал. То есть само понятие товара. То есть это не просто же слово. И как он его сформулировал? Полезная вещь, предназначенная для реализации по рынку, через рыночные отношения. Как, как, как? По реализации чего? Чего, чего, чего? Полезная вещь, предназначенная для реализации через рыночные отношения. То есть я должен знать, При определении товара, что такое рынок? Вы учудили тут, товарищ дорогой. Рынок, какое понятие более богатое, товар или рынок? Ну на рынок мы же ходим, значит рынок для нас более известное понятие. Но вы же понимаете, что понятие рынок, вы можете сформулировать, что такое рынок? Место, где реализуются товары. Нет, нет, это не место, где реализуются товары, это место, где идет обмен товара на деньги и денег на товары. А если у вас идет просто место, где толкучка такая, вы картошку принесли и поменяли на рыбу, а пиво поменяли на сигареты. Это не рынок. Это называется что? Натуральный обмен. А что является товаром? Помогите товарищу, что является? Туда предназначены для обмена. Вот, предназначены для обмена. Он может не реализоваться, но он предназначен для обмена. А как это выражается в поговорке? Сам бы ел, да деньги надо. Вот я напек пирожки, сам я есть не буду, не только потому, что мне деньги надо, потому что они противные. Я знаю, я их, с чего я их сделал. А вам продаю. У меня надо деньги, поэтому я не хочу делать такое, какое я. Для себя я дома там сделаю, какое надо. Ну так в этом, я может неправильно сформулировал, но товар это продукт предназначен для обмена. То есть это не просто продукт. Это не просто продукт. Это обязательно для обмена. Ну молодец. Наконец вы правильно говорите. Да я против. Если вы говорите правильно, мы только можем сказать плюс. А если вы говорите неправильно, мы можем только сказать минус. И все. Ну как можно? То есть, а вы должны осознать, как вы на последнем занятии в этом году вдруг в определении вставляете, определяете что-то через еще более сложное. Так нельзя. Вот через менее сложное на здоровье, а это сплошь и рядом. Это сплошь и рядом. То есть это, если бы это было только у вас, было бы, а у других бы не было, чрезвычайно. Да наоборот, мы окружены этими разговорами. Или я скажу, а вот эти вот новые деньги, которые там идут. Если их можно сменять на доллары, какие же они новые? Ну это новый вид средства обмена. Да, новые деньги бывают, это только купюр, когда нам искали, но новые деньги. Да, хотите так, хотите так. После того, когда уже пошли в ходу те самые золотые монеты, от которых откусывали, и выяснилось, что от этого не меняется функция их, очень хорошо идет. Потом тогда цари решили, а чего мы тогда туда золото столько ставим? Давайте чеканить монету, написано столько, и все. А потом, зачем это вот и золото чеканить? Давайте из меди. А вот из чего сделано у нас сейчас 10 рублей? Чего-чего? Платун. Вы уверены? Не уверены? Только магниты. Если магниты, значит, магниты. Ну вы возьмите 10 рублей, приложите его к магниту. На деньги электронные. Нет, это у вас электронные. Это вы, чтобы не отвечать на этот вопрос, я понял. Так, а тут и есть у меня магнит? Тут, может, и нет. У кого есть магнит? Чехол вот. Вот, вот, возьмите вот это 10 рублей. Только не думайте, это уже поздние 10 рублей. Раньше были 10 рублей, которые к магниту не прилиплялись. Почему? Потому что они делались из чего? Из медно-никелевого сплава. А теперь? А теперь? Вот они. А они сделаны из железа. И покрыты тонким строем медно-никелевого сплава. А еще лучше бумажки. Бумажки нарисовали, там, 5 тысяч, и все хорошо. А электронные еще? А деньги это товар? К вам снова. Ну вот, здравствуйте. Нет, бумажные деньги, товар? Все товар. Бумажные деньги, товар? Все товар. Это представитель. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Второй проход. Нет, как чего? Деньги-то? Бумажные? Дайте мне бумажные 5 тысяч, я их порву. И сразу вы увидите, что они не товар. Стоит их порвать. А золото, если бы золото было, если бы я его порвал? Ну, было бы два куска золота, торсом. А мне никто бы его не дал. А мне не надо, чтобы кто-то брал? А я плавил банки, где поменяют. То есть вы не усвоили из капитала, что такое представители денег. Они, это не деньги, а представители денег. Бумажки, представители денег. А деньги лежат в банке или у меня в кармане. Это представители денег. Хочу, представители наберу. Вот эти наши, и все равно наши монеты, они тоже уже не деньги. Это представители денег. А почему? Ну, потому что, кстати, у них никакой другой потребительной стоимости нет. То есть что на них набьют? На такой же монете, где 10 рублей, можно набить 20, можно 50, 100. Сейчас особенно надо 100. И точно так же, как можно сейчас на всех денежных знаках сократить 3 нуля. И кто человек получил 100 тысяч рублей? Тысячу рублей, если на 3 нуля убрать. Ну, тот 100 рублей и получил зарплату. Ну, так и было. Вот у меня отец получал 120 рублей. И нормально было. От того, что вы, или там трамвайный проезд стоил 3 копейки. А сейчас он с ума сойти. Ну, это на самом деле изменение масштаба. Это ничего не меняет. Так, так что же такое метод? Вот метод. Метод надо, так сказать, так определить, чтобы это было вот все это движение. А что значит все движение? Надо осознать форму этого движения. Если вы форму не осознали, значит у вас что-то бесформенное. Тогда это не метод. И не прерывность. Да, и не прерывность. Это метод, который... И этот метод должен формулировать так, чтобы можно было и дальше продолжать. Осознание формы внутреннего самодвижения. Исследуемый предмет. А если это осознание формы внутреннего самодвижения, что является причиной самодвижения? Противоречие. Вот. О, учитесь. А вы правильно одели красное сегодня? И правильно, он взял красное и сюда сел. А этот склеч это и туда сел. Товарищ. А товарищ хороший. Вот. Поэтому надо осознать форму и осознать ее для дальнейшего движения. Потому что это движение может углубляться, конкретизироваться. Правильно? А форма не отрывна от содержания. Если вы собираетесь какую-то формальную такую вот штуку делать, как в математике, там метод свой. Там метод математический. И он в рамках математики абсолютен. Но если вы выходите, значит, как применять, к чему применять? Это отдельный вопрос. Отдельный вопрос, которым нужно отдельно заниматься. И существует применение математики. Вот я, например, с профессором Моисеенко написал книгу «Математика в политической экономии». И там я специально рассматривал вопрос в связи между математикой и моделями или количественными изменениями. Модель – это один способ. Модель конечна, а действительно бесконечно многообразна. А сколько же вы опустили сторон и моментов жизни? Бесконечно много. Поэтому, чего вы хотите от этих моделей? Но если вы схватили в модели сущностные моменты, осознали формула самодвижения, тогда вы можете и с помощью модели получить хорошие результаты. А если у вас количественные соотношения отдельные, это другой способ применения математики. Ну, тут применили, для этого посчитали, тут это посчитали, тут это… Это другой совершенно вопрос. И обожресплять это нельзя. А некоторые обожреспляют. Но в своё время Центральный комитет КПСС создал комиссию для проверки Центрального экономико-математического института. По итогам этой проверки был вынесен вердикт, что за своё время, своё существование, за 20-летние, ничего не сделал полезного для науки и народного хозяйства. Хотя один человек, Багриновский, с другим человеком из другого института, с Аганбегяном из Новосибирска, доказали теорему, что элементы линейного программирования, переменные линейного программирования, нельзя рассматривать как цены. Если вы будете их рассматривать как цены и будете считать в них планы, то есть другой план, который является тоже оптимальным, но вовсе не исходит из народного хозяйства. Поэтому если у вас директивного планирования нет, может ваша экономика рассыпаться. На этом ЦМИ закрылась и завершила свою работу, и нет этого Центрального экономика. А по-моему, он ещё и есть. Но я не слышу. По-моему, нет его уже. Не слышно у него ничего. Но докторских защитили. Очень много было, такая даже специальность придумана, управление в экономических и социальных системах, чтобы по этой его специальности вот этих мутных людей, которые не знают ни математики, ни экономики. Экономисты думают, что они математики, а математики думают, что они экономисты. И проходят все. То есть метод, обратите внимание, ближайшим образом представляется только видом и способом познавания. А так он развертывается в систему. Вот почему мы говорим о методе Маркса? Ну потому что он взял простую категорию, какую? Товар. И тогда пошёл рассматривать. И в том числе и такие вещи рассмотрел, как товар-эквивалент. Или представитель. Что такое деньги? Что такое представители денег? Их тоже самое движение. Потом он стал рассматривать предпосылки, что всё продаётся по стоимости в первом доме. Но это же не продаётся всё по стоимости. А всё он там делает, все эти рассуждения. Почему? Потому что ему нужно было сущностную задачу решить. Как? Возможна эксплуатация, если всё продаётся по стоимости. Возможно? Возможно. Он это доказал? Доказал. Показал, как двигается прибавочная стоимость. Дальше надо реализовать эти товары. Том второй. Реализация. Товарное обращение. Вот там и все эти фокусы с обращением. Хотя в исторических экскурсах и раньше Марс говорили, что было с деньгами, как они становились, как деньги. И, наконец, нужно выйти на уровень явления. Сущность у вас такая, что вот в сущности есть эксплуатация человека человеком. А как на поверхности? А на поверхности вот Пугачёва много заработала. Почему это называется заработала? Почему не говорится получила? Получила много, но не заработала. Она получила, заработанное другими людьми. Но этим людям, которые заработали это, им это не дали. А забрали у них, отдали Пугачёвой. И отдали Галкину. И так далее. А они, так сказать, какие-то проблемы в стране, значит, они рах, и уже в другой стране. Ничего, в волосы. Да. Вот. Поэтому он говорит о методе, что это душа всякой объективности. И поскольку всякое иным образом определённое содержание имеет свою истину, единственное только в форме. А вот форма проявления капитализма, которая изучается в самом толстом третьем томе капитала, она говорит о том, что вообще не только случайно не продают по стоимости, а закономерно продают не по стоимости. Что является центром колебаний цен при капитализме? Свободной конкуренции. В том, третий капитал. Кто скажет? Ну, сейчас товарищи говорят, мы философы. Что у нас спрашиваете? Это другой кружок. Это другой кружок. Сейчас звонок другу, Галко. Он нам скажет. Значит, на самом деле, то, что там показал Маркс, очень очевидно, что раз капиталисты, их братство, этих капиталистов, они работают ради прибыли. Уже не ради прибавочной стоимости, а ради прибыли. Так, прибыль должна быть на капитал. Если она вот в какой-то отрасли больше, то туда повалит этот капиталистический народ. Куда? В эту отрасль. И будет туда перетекать до такой степени, пока не начнется падение. И вот это падение может быть такое, что пройдет на него такую точку, которая представляет среднюю норму прибыли, уйдет ниже. Тогда народ оттуда будет капиталистический, я имею в виду, народ, утекать. И так и будет колебаться. То есть центром колебания цен является такая цена, которая имеет формулу издержки производства, не затраты труда, а издержки производства. То есть все выражено в ценах уже, все в деньгах. В являющихся формулу. Плюс средняя прибыль. Я делал домны. Мордовин делал носки. Я посмотрел, он носков столько наделает, столько денег у него. Он его взял. Да, ну дайте половину ядоват. Я продал ему домну. И стол тоже делает носки. А когда я стал делать носки, встретил Мордовина, он говорит, ну вот вы пришли сюда с этим своим капиталом, из-за этого рухнули наши цены на носки. И мы с ним двоем с вами получаем столько, сколько я один получал. Ну что, доигрались вы на этом деле? И так все время у них и идет. Туда-сюда переливается. Перелив капитала. Перелив капитала. То есть на самом деле в действительном капитализме, а мы же отличаем капитализм по сущности, в действительном капитализме цены по стоимости случайно только может какой-то такой момент пройти. А так вообще цены никогда не бывают, только проходят через цены на уровне стоимости. Но центром колебания цен стоимость никак не является. Она субстанция, субстанция цен. И она, эта стоимость, сущность капитала, прибавочная стоимость в определенной форме. Вот и все. И когда нам надо было разобрать эту прибавочную стоимость, мы предположили, а вот если такой счастливый случай, что все прям по стоимости продается, уж казалось бы, никаких случайностей, все равно есть прибавочная стоимость. А до него казалось, экономистам до Маркса, что это вот в обмене получается. Вот он так здорово обменивает. Что все время у него выигрыш, а у меня, дурака, ничего не получается. Вот поэтому я разорился. Оказывается, вот в чем дело. Поэтому, значит, вот под... Форма поэтому не так, что вы должны от нее сказать. Эта форма не важна. Важна вот форма того, как вы взяли форму, когда вы говорите о методе, конечно, о форме говорите. То есть вот метод осознания формы внутреннего самодвижения и содержания. Какая же здесь форма? Метод возник отсюда, как само собой знающее понятие. Само себя знающее понятие, имеющее своим предметом себя, как столь же субъективное, сколь объективное и абсолютное. И стало быть, как чистое соответствие понятия его реальности. То есть о чем тут говорит Гегель? Что нельзя метод как угодно выдумывать. Надо следить за движением понятия. Вот это та и форма, которая соответствует движению этого понятия. А форма соответствует чему? Содержанию. То есть надо следить за движением содержания, за развертыванием содержания. А содержание развертывается. Содержание противоречиво? Противоречиво. Значит, если вы хотите, чтобы у вас метод был для исследования живого, если у вас есть только нож, то для исследования живого он не очень подойдет. Поэтому для исследования живого надо исследовать противоречия и их разрешения. Поэтому Маркс рассматривает все более и более сложные противоречия. И берет именно их форму. В чем отличается третий том от первого тома? Потому что тут в первом томе сущность рассматривает, а форма, в которой появляется. А потом говорит Маркс, а ведь, между прочим, капиталистам приходится платить этим вот землевладельцам, которые вроде бы умереть должны были бы, потому что они относятся к прежней эпохе. Приходится ренту. А кто ее создал, эту ренту? Да это значит, те же самые рабочие должны ее создать. А от кого получают эту ренту землевладельцы? Не от рабочих. Рабочие это не касается. Он пришел на завод, выполнил свою задачу, ушел. А капиталист должен заплатить за место, на котором стоит завод. А раз капиталист это платит, то это что такое рента? Кто скажет? Определение ренты. Сейчас скажут, я не ученый, я не экономист. Только Маркс не экономист. А Енгельс не экономист. А Ленин экономист? Вот Ленин тоже не экономист. Вы ведь за Ленина? А он не экономист. Вот можно так сказать. Ленин это экономист. Ну как-то... Плата за пользование недвижимости. За что? Ну за земельное участие. За пользование? За использование. Ну это у вас там плата, так сказать, вроде как вы оправдали ее. Вы случайно сам не домовладелец, Степан Степанович? Немножко землевладелец, я знаю. А у Маркса по-другому происходит. Это реализация частной собственности на землю. Вот в буржуазном обществе. Вот если я в буржуазном обществе, у меня есть земля. Пришел Степан Степанович, говорит, мне нужно картошку тут посадить. Пожалуйста. Давай деньги и сажай. Давай. Пришел Валерий Александрович. А мне нужно вот груши тут посадить. А, пожалуй, давай деньги и сажай груши. А вы будете лук сажать? Ну давайте, давайте деньги и лук. У вас что, завод построить хотите? Пожалуйста, стройте завод. Только давайте аренду. Арендную плату. Земельную. За то, что вы этот участок получили. И кто они такие? Ну капиталисты такие паразиты, которые еще участвуют. В организации управления производством. А землевладельцы, а такие паразиты, кто ни в чем не участвует. Ни в чем. А дальше появляются всякие вот такие люди, как Галкин и Пугачева, которые получают бешеные деньги, которые не снятся некоторым даже капиталистам. За что? За то, что они собирают такие аудитории, что люди, которые получают с этих аудиторий деньги, считают это мелочью, выкинуть этой Галкину и Пугачеву какие-то деньги. Ну вот маленький подсчет я делаю. Сколько у нас наш стадион современный, спортивный? 60 тысяч мест. Я знаю, что там очень есть дорогие билеты. Очень дорогие, даже страшно называть какие цены. Ну там и все есть, и тут же и буфет. Ну это же настоящий футбол. Настоящий футбол-то там трибунами делается. Но если просто обычные люди будут сидеть и по 5 тысяч платить, сколько за вечер мы получим? Вот мы с Валерием Александровичем взяли этот стадион и думаем, вот ну что мы 10 миллионов заплатим, чтобы мусор убрали, подготовили все, паратерли, потом билеты продали. 300 миллионов за один вечер. Поэтому говорят, ну вот как футболисты много получили. Да это мелочь. Футболисты должны собрать эту толпу. Поэтому надо купить таких футболистов, которые будут бегать. Это им интересно играть там, всем остальным смотреть. А вот нам интересно, что вот они будут бегать, придут люди и заплатят 300 миллионов. Мы эти 30 миллионов дадим футболистам и там на организацию всего этого дела, это мелочь. А 270, как мы поделим, Валерий Александрович? Если я придумал... По-честному. По-честному я придумал это. По-честному, значит мне 170, вам 100. Да, по-честному. Вот это по-честному. Ну по-капиталистически по-честному. По-честному. Какой тут коммунизм? Извините. Мы тут, конечно, говорим... Мы договорились по-честному, а не пора. Правильно. Вот это правильно, да. Вот, наконец. Вот люди чести настоящие. Ну конечно, это я еще не только честный, но еще и свободный человек. Слово дал, слово забрал. Ну вот, я думаю, что, собственно, здесь очень полезно и приятно почитать это дело, так сказать, в заключении того, что пишет. Он как бы уже свободно пишет о результате, который получен, о методе. Вот. И рассказывает о нем. В духе того, что мы выразили так вот сжато и кратко. Ну а теперь, значит, подводя итоги. Значит, мы в этом, как я уже говорил, в этом году мы на этом закончим занятие. А на следующий год, учебный год, то есть с октября 2022 года, начнем штудировать вот эту третью книгу. Штудировать. А именно, ну если кто тут все понял, то ему не обязательно это штудировать. Если такие есть, прошу, или тут, или где-нибудь там за пределами нашего стола. Если кто есть такие, интересно было, дайте о себе знать. Кто уже все понял, тогда мы, так сказать, мы о них, так сказать, как-то возвестим. Штударница 11 октября. Да, вторник, 11 октября. И 25 октября. Это такие дни. 11 и 25. Значит, во-первых, у вас есть достаточно времени, чтобы подготовиться к тому, чтобы начать сначала вот эту книгу. Вот. Это раз. Во-вторых, мы договорились, что мы будем изучать таким образом, что сначала заставим объективное, его будем изучать, объективность, а потом уже субъективность. После того, как уже появилась жизнь человека, и тогда уже и субъективно. А иначе это получается то, что отделяет Гегеля тут резко от материалистов, что он как-то начал с субъективного. А вот если… А почему в понятии можно говорить субъективная логика? Потому что оно в конце концов становится субъективным, но само понятие, по понятию предмет, это не значит, что он субъективный. Да, человек по своему понятию – это что такое? Это животное общественное, трудящееся, говорящий и разумно. А вовсе не то, что у меня в голове или у кого-то в голове. Вот. Так что, я думаю, что и мы здесь члены кружка, и, так сказать, наш шлейф тех людей, которые тоже изучают вместе с нами, и следят за нашей работой, и участвуют с нами, и берут для себя, как за некое руководящее правило. Потому что, ну, другого такого изучения в России нету, то есть некоторые лекции некоторые товарищи читали, и так как-то они… Потому что они почитали лекции, и всё. А мы чем занимаемся? Штудированием. Науки, логики, гейки. Как Ленин и призывал. А без этого штудирования науки и логики, как написано вот в этом самом вводной части, которую написал Ленин, хотя он не думал, что он тут его поставит. Только не в этом. В первой книге, да. Что без него мы не сможем устоять перед натиском реакции лжи. Вот, как показали исторические события, и Советский Союз не смог устоять перед натиском реакции лжи. Поэтому одно из условий, не только надо иметь оружие, в том числе и атомное было у нас создано, и космическое оружие, а надо ещё. Чтобы не получилось, чтобы потом стало общество на куски раскалываться, потому что вот этого соединяющей идеи не было. А соединяющая идея, так сказать, она связана с пониманием социализма. Что такое социализм? Это коммунизм. А если люди только собираются его сделать, а что бы у вас было? Что бы у вас было тут, если вы только собираетесь ещё строить коммунизм? Хотя он… Нет, вы знали, потому что вам объяснили, что в 36-м году социализм был построен. Вы знали, вы знали. Это уже тут… Вот это вот, если бы не знали, то это как бы извиняло. Ну как это вот можно не знать? Ну если что, если вы читаете Сталин, а его выступление, соответствующим принятием Конституции, он говорит, что это вот первая фаза коммунизма. Ну фаза коммунизма, это коммунизм в первой фазе. А если это не фаза коммунизма, это что? Переходный период? Тогда они построили социализм. Так построили вы или не построили? Вы как-то определитесь. Вроде определились, что вы построили. Потом приходит какой-то, значит, обманщик, жулик, Хрущев. Сидят люди вроде с виду, всякие чиновники, у них какие-то значки, у них партбилеты. И они не могут это вот как-то соединить, эти мысли вместе. То есть это, конечно, очень печально. Поэтому, какие бы ни были успехи, технические, экономические и прочее, если этого нет, нет понимания того… Это же просто странно. Не странно это дело. Если метода у вас нет, то ничего вы не построите. Это же сознательно управляемое хозяйство, сознательно управляемое. Как без метода можно построить? Как можно без диалектики построить то, что строится только с помощью диалектики? Все такое вот социализм. Что пишет Ленин, когда говорит о диктатуре Патриата? Для товарищей из других партий, что в диктатуре Патриата есть упорная борьба, кровавая и бескровная, насильственная и мирная, военная и хозяйственная, педагогическая и администраторская против сил и традиций старого общества. Что, нет сил и традиций старого общества? Нет. Просто, значит, люди с партбилетами сказали, что мы больше уже отказываемся от борьбы. Нам сказал первый секретарь, или вылез какой-то болван и предатель на пост первого секретаря. И, так сказать, мирно все сложили руки, почти все. И говорим, ну что же делать, да. Мы пошли. Мы пошли. А куда вы пошли? Уже не вы пошли, а вас погнали. Ну, даже чьи послали. Да. То есть, поэтому, вроде бы, мы занимались очень такой теоретической вещью, на самом деле мы занимаемся очень практической вещью. Потому что, если что, нас вот соединяет представитель разных профессий. Соединить может одно, вот это понимание, вот этого метода, вот этого движения общего. Это общее движение. А наука в всеобщем, как называется? Философия. Философия. Философия сводится к чему? Только что вот тут написал. К диалектике. Вот. Поэтому есть, и диалектика и связывает всех людей. И связывает. А если диалектики это нет, ну связи распадаются. Если связи распадаются, ну какой может быть? Здесь строй будет не твердый, не прочный. И государство не прочное, не твердое. И тогда будет продолжать. Вот. Поэтому, поэтому на самом деле оправдывается, что нет ничего практичнее, хорошей теории. И нет ничего, вот с одной стороны, более непонятного, чем наука логики. Оно непонятно не потому, что это неправильно. А потому, что у нас в головах неправильно. Если я должен свою голову преобразовать благодаря этому, конечно, это сложно. А если вы берете какие-то картинки примитивные, там написано, там таблички и стрелочки стоят. Тут никакого движения мысли нету. Нету. А мне многократно присылали, давайте вам раз покажем, как наука логики. Вот бытие, ничто, палочки, стрелочки, не выведение, а вот эти картины. Это рядоположенность то, что я называл Геги. Поэтому я вас поздравляю с завершением этого учебного года. Желаю всем товарищам продолжить изучение и подготовиться к тому, чтобы к студированию третьего тома. Но если мы студируем третий том, если кому-то непонятно, он прочитает и первый, и второй, как вы понимаете. Правильно? Тут, как говорится, мы не обязываем. Вы, если так все знаете в первом и втором томе, их не надо читать. Но если не знаете, то, наверное, вы сами дойдете до мысли о том, что не мешало бы и там кое-что повторить. По крайней мере, я многократно перечитал и первый, и второй, и третий том. И должен сказать, что ни разу не было у меня такого впечатления, что я это уже все понял. Ни разу не было такого впечатления, потому что это такая наука высокая. Спасибо, товарищи, за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.